Я хотел вернуться в кадр, потому что еще в самом начале, когда Артон помянул, что интернет убивает фестивали, сейчас снова мы вернулись к теме, что это была подножка. Нет, это не просто не подножка. Это то же самое, как сказать, что великое пермское вымирание было хорошим или оно было плохим. Нет, оно просто было. И мы должны просто либо адаптироваться под эти условия, чтобы выжить, потому что... Вопрос, который я часто задаю и каждый раз добавлю друзей на ловушку. Кто выживает? Что сказал Дарьян? Кто выживает? Не сильнейший выживает и не умнейший выживает. Выживает тот, кто адаптируется под условия. Поэтому тараканы, поэтому крысы выжили, а не тираннозавры. Я как фигуру лечу. Так, здесь так, верка, она должна работать. Давайте поменяемся. Как фигуру речи я употребила, то, что убивает, то я объяснила, почему. Ну вот Артур сказал, вот было время, мы собирались, а теперь меня просят скинуть ссылку. То есть, да, адаптироваться надо просто в отношении праздника, фестиваля, его нужно разбавлять какими-то другими форматами. Потому что кино адаптировалось прекрасно. Есть реоритическое кино, есть интерактивное кино. И сбыт просто идет в интернет. То есть и кинотеатр адаптировались, и кинотеатр, и безуше это сейчас увеличивается, зритель возвращается. То есть по сравнению там с 10 человек. Я всецело поддерживаю эту идею, что это должно быть не только кинофестиваль, это должно быть фестиваль еще, и у нас еще есть еще и кинофестиваль как шикарная составляющая. Но я ведусь к тому, что наоборот, благодаря тому, что есть YouTube, благодаря тому, что камера есть во всем чем угодно, каждый может участвовать в кинофестивале. Потому что когда я слышу слово кинофестиваль, я представляю, как меня на него не пускают даже зрителям, потому что там слишком все утонченные кинофестивали. Но это кинофестиваль для каждого, у которого есть камера, а камера есть у каждого соответственно. И любой может принять счастье, поэтому я считаю, что наличие YouTube и наличие интернета, это лишь наоборот мост, который может привлечь всех людей участвовать в этом кинофестивале. А это должны быть люди, которые, да, не просто отправляются куда-то в путешествие, у них хватает наглости брать с собой еще дорогую технику, которая сохраняет им как воспоминания. Но мне кажется, это больше люди, которые не хотят быть блоггерами, которые хотят делать видео-зарисовки. Спасибо. Кстати, тоже сейчас Александр, вот дело в коротком решении. Включим, включим. Все, да, включим. Наверное, мастер-класс вот эти, вот отразливые. Что взять, какую горелку, какую вот камеру. Не надевайте вот эту. Я вот, например, чайник, да, как турист, и вот вдруг я пойду на сплав и захочу снимать. Для меня этот опыт будет ценен. Я понимаю, что там есть свои гуру, а есть и чайники. И вот обмен этим опытом, вот эта вот какая-то такая демократичная площадка мастер-класса, не надевайте вот этот, как вы сказали, чтобы звук... А, это ничего. Да, 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 вот лайфхаки различные. То есть касаемо туризма и съемок в том числе, поскольку это кинофестиваль, вот это было бы здорово. И там, например, звезды всегда можно найти. Да, вот этот опыт мы как раз хотели перенять. Есть один английский фестиваль, где туризм и путешествия, где как раз это все тоже проводится параллельно. И да, мы хотели организовать что-то подобное, но вот что интересно, Александр сказал, что камера есть у всех. Теперь даже у нас на новом блоге есть камера, поскольку по-английски you shoot означает ты снимаешь. И, собственно, эту мысль мы будем проводить и привлекать как можно больше... Не you should, а you should. Ну, you should, you should. You should, you should. You should, you should, and you should. Можем играться со с вами, жанглировать. По-всякому. Ну, суть остается одной, что бери действительно камеру, снимай путешествия и приходи на кинофестиваль, который состоится 31 марта, кстати говоря, конечный срок подачи заявок. Дальше уже фильмы передаются жюри и с 14 по 21 апреля мы планируем проводить показы, мастер-классы и 21 будет уже закрытие вручения наград. От 1629 приходите поддержать организаторов, потому что, в принципе, если у вас есть что-то подсказать, то на пиар-площадке будет мастер-класс, региональный кейс, как раз пишут как региональный бренд.